Мы рассмотрим это на том же примере. Предположим, что нам нужно выделить динамический массив размера 5х4. Однако, в отличие от предыдущей реализации, мы будем выделять строчки массива не по отдельности, а все сразу. Давайте посмотрим, как это выглядит на картинке. У нас также, как и раньше, есть массив с указателями на строки, но все строки содержатся в одном сегменте. То есть мы сразу же выделяем достаточно большой сегмент памяти, который будет содержать все элементы массива. В нашем случае массив содержит 20 элементов. Это 5х4, 5 строчек по 4 элемента. Поэтому мы сразу же выделим сегмент, который будет содержать 20 значений типа int. И дальше установим указатели в массиве указателя на строки внутрь этого массива. Первый указатель будет указать на первый элемент. Второй указатель, который будет соответствовать уже второй строке, будет указывать на то место, где начинаются элементы, соответствующие второй строки. И так далее. Как это записать на C++? Точно так же мы сначала выделяем массив указателя на строки размера 5, то есть это 5 указателей на int. После этого мы инициализируем первый элемент массива указателя на строки. Массив ментов необходимого размера, который содержит все элементы массива. То есть не строкой размера 4, а сразу же все строчки мы сюда записали. То есть 5х4, 20 элементов. После этого нам остается пробежаться по всему массиву и проставить указатели на соответствующие элементы внутри массива. Для того, чтобы это сделать, мы просто бежим с второй ячейки и выставляем указатель в каждой ячейке как указатель в предыдущей ячейке, то есть, например, как вот этот указатель, плюс число ячеек, которые соответствуют длине строки. То есть плюс вот это. И получающийся указатель будет указывать на начало следующей строки. Таким образом, нам удалось уменьшить количество удалений памяти от 6 до 2. Продолжение следует...